Привет! Сейчас я расскажу вам, почему не брать экшн-камеру GoPro Hero 5. Привет! Сейчас я расскажу вам 5 причин не брать экшн-камеру GoPro Hero 5. Причина номер 1. Специально для тебя, господин. Скажу я, между прочим, качество этой камеры не очень. Та же самая 4К-картинка, как GoPro Hero 4. Единственная разница лишь в том, что появился аквабокс и лишние шумы от стереомикрофонов. Причина номер 2. Лопни твоя голова. Аквабокс, который уже встроен в эту камеру, не очень. Это так тоже, между прочим. Ведь если он разобьется, от камеры уже ничего не остается. Если же GoPro Hero 4 взять, то аквабокс легко можно поменять. Причина номер 3. Ты мне в глаза смотри. Стабилизация, которую мы все так долго ждали, ее просто взяли и облажали. Это слово вертится у меня в голове давно. Стабилизация, как бы это сказать, ну полное говно. Причина номер 4. Экшн-камера не стала лучшей в мире. Совсем недавно, отодвинув в сторону слегка, появилась на рынке экшн-камера Sony 4K. Снимает лучше в темноте, видит под водой и на воде. Стабилизатор не трясется никогда и нигде. Причина номер 5. Ее я уже устал всем повторять. Если у вас есть черная четверка, вам не нужна точно такая же новая пятерка. Если вам понравился новый обзор и ты сейчас расширил свой кругозор, ставь лайк и я вернусь опять. Будем вместе какую-нибудь камеру нагибать. Да пойми ты, нет у меня денег на новую пятерку, а так хочется. А там Сонька еще новая вышла, а у меня это четвертое коромысло завистло. Нет денег на GoPro Hero 5? Не парься. Сядь, я тебе сказал, не парься. Вот сейчас слушай меня. Слушай, помнишь, вот раньше была Xiaomi Wii, а сейчас есть Wii 4K. Ну, они раньше вместе были с Xiaomi. Короче, это та же самая четверочка GoPro Hero 4, только вот, но подешевле раза так в два. Поэтому бегом в магазин, но сначала посмотри обзор. Снимает вот точно так же. Серьезно тебе говорю. Ну вот посмотри обзор, сам убедись. Я тебе что, врать стану что ли? Смотри обзор и бегом в магазин. Тоже мне разнылся. Смотри обзор.